Минувший 2020 год стал настоящим испытанием для работников культуры и искусства. Но они не только приняли вызов, но и стали основой духовной стороны борьбы с коронавирусом. Активно включились волонтерское движение. В непростых условиях смогли организовать и провести мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Именно в этот непростой период мы направили все усилия, чтобы самый важный праздник нашей страны состоялся. В первую очередь для его главных участников, ветеранов Великой Отечественной войны. Во дворах домов и других площадках Брянской области было организовано 834 концерта. Руководством Брянской области делается все возможное для поддержки сферы культуры. За последние пять лет средняя заработная плата работников культуры выросла более чем в два раза. Сегодня стоили 27 тысяч рублей. Хотя, конечно же, мы понимаем, что она должна расти и дальше. Ну, а если взять наших работников театров, концертной организации, то мы увеличили еще на 30% и в 2019 году заработную плату. На средней бюджете Брянской области культура выделяется 2 миллиарда 877 миллионов рублей, что составляет 3-4% от общего бюджета Брянской области. Мы вот то, что и делали, хотя это и непросто, и мы сегодня финансируем в тех же процентном соотношении от бюджета Брянской области, как и на уровне Российской Федерации. То есть, чтобы вы понимали не то, что мы вас не замечаем. Мы замечаем, но иногда не все можем. Но мы вас ценим. Работа в современных условиях невозможна без обновления материально-технической базы. Это и дома культуры, это программа, это 100 домов культуры в прошлом году, 80 домов культуры. Мы здесь делали капитальный ремонт, здесь обновили оборудование, а всего за последние три года это почти 200 домов культуры были или обновлены, капитально отремонтированы, или обновлены оборудование домов культуры. Эту работу мы будем продолжать идти дальше. И, конечно, сегодня я не могу не сказать о школах искусства. В прошлом году были капитально отремонтированы и оснащены у нас 6 детских школ искусства на 76,2 миллиона рублей. До 2024 года мы должны еще капитально отремонтировать и обновить 15 школ искусства на сумму 240 миллионов рублей. То есть, ну это можно много впечатлять. Это и техника, и автобусы, это и машины, которые мы покупаем. Конечно, понимаете, хочется больше. Я все время говорю, нужно всегда сравнивать, что было, как стало. То есть, эту работу мы будем продолжать, и я думаю, что на это у нас будут и финансовые ресурсы, потому что экономика работает. Именно созданные условия, новое оборудование позволили учреждениям культуры региона практически безболезненно перейти на новый формат работы и продолжить радовать своих зрителей творить и учить. Я даже была удивлена, насколько быстро наши люди адаптировались к работе в онлайн-режиме. Я хочу сказать, что мы, готовясь к сегодняшнему празднику, посчитали, какое количество онлайн-акций и проектов было реализовано. Их больше 600. Это и музеи, и библиотеки, и концертные организации, и театры наши, и дома культуры. И до такой степени это было увлекательно и интересно, и очень много таких проектов было реализовано для детей и про детей. Профессиональный праздник традиционно объединил всех, кто создает культурное наследие региона и страны в целом. И в этот день лучшие работники отрасли получили заслуженные награды. Я благодарна за оценку моего скромного труда. Хочу пожелать всем обязательно здоровья, обязательно здоровья. А все остальное мы будем работать, у нас все получится обязательно в этой жизни. Театры, музеи, галереи, танцевальные и музыкальные студии, школы искусств. Все это существует лишь благодаря труду таких бесконечно преданных своему делу профессионалов. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Брянск.